В конце мая в Белгороде-Днестровском прошел чемпионат Украины по боксу среди юношей 2007-2008 годов рождения. Более 250 спортсменов из разных регионов Украины сражались там за звание чемпиона страны. Приятно, что в составе сборной Киевской области принимал участие и воспитанник отделения бокса КДЮ США и БК «Грант» Данила Рибченко. А еще, пожалуй, это вдвойне приятно, он стал чемпионом Украины. В понедельник мы встретились с ним в московском ФОКе и поговорили о чемпионате. Вначале спросив от тренера, ему говорил, что он станет чемпионом. Все надежды на меня и делал, потому что я только сам ехал с нашего клуба. Ты был уверен, что ты станешь чемпионом? Да. Как сложилось? Сколько боев провел? Я провел официально три боя. Четыре должны были пройти в бою, один снялся, два досрочных и один по очкам. Ух ты. А досрочный не в финале случайно был? Нет, досрочный был в полуфинале и на отборочном. На и на отборочном, да? Да, в финале. А в финале как сложился? Тяжело? В финале был сложный бой, но выиграл пачком я. Ты выиграл пачком. Да. А с кем из ребят, с каких городов боролся? В отборочном туре я боксировал с местным одесситом, в полуфинале с Днепра и в финале с Харькова. И с Харькова, да? Да. Кто из соперников, с этой точки зрения, был самым достойным? Самый достойный был, я боксировал в полуфинале с Днепролским. Да, и тем не менее ты его положил. Да, досрочно, да. За счет чего тебе удалось это сделать? Какие-то хитрости тренер говорил? Ну, показать характер бой красивый. А, показать характер бой? Ну, противник был сильнее меня. Сильнее тебя? Да. Даже так? Да. И тем более ты послал его нокдаун. Да. А что дальше? Ну, дальше будет Европа. Тренироваться надо и показать результат хороший. А ты вообще как готов выступать на Европе? Ну, готов, но надо еще подтянуть. Подтянуться? Ты сейчас будешь уже представлять Украину, я так понимаю? Да. То есть ты же в сборной Украины. В сборной Украины будем представлять Украину на Европе. Ну, поздравляю. Самое главное, что это серьезное достижение. Даже если ежегодно ты по одному призеру для чемпиона Украины будешь готовить, это очень здорово. Будем стараться. Ну, конечно, Украину выиграть не просто так. Чемпионат Европы пройдет в августе в Боснии и Герцеговине. Но до чемпионата еще нужно пройти сборы. Там будут готовить и проходить спарринги, проверять, готов ли я ехать на Европу. Первый сбор сейчас в Харькове будет, потом будет в Ворохте сбор. И заключительный во Львове будет сбор. То есть Львовский сбор как бы и покажет, насколько он способен все-таки ехать на Европу с надеждой на победу. И во Львове уже все, уже будет последний этап. Уже команда определена. Будет уже последняя подготовка. Ты морально готов ехать на Европу? Морально, да. Физически чуть-чуть нужно подтянуть еще. Вот если бы видишь, как минимум призером чемпионата Европы. Вижу, но все равно надо привести победу. Уверенность – это хорошо. А парень, он рассудительный и серьезный. Такие в боксе и побеждают. У тренера Игоря Глушенко мы поинтересовались, а верил ли он, что Данила станет чемпионом Украины. В бокс тут нельзя быть уверен на 100%. Готовились. Ну ты же, я так понимаю, знал противников, соперников, ну ориентировочно, по крайней мере, после жеребьевки. Ты понимал, что… Нет, по юношам еще не знал, потому что сейчас год не было соревнований с карантином. И тут мы же нигде не боксировали, грубо говоря. А на чемпионате? Да, были те, с кем раньше он боксировал. Он это в полуфинале боксировал с тем противником, кому он проиграл на прошлой Украине в финале. Ну вот он и говорит, что серьезный соперник был в полуфинале. Тренер тоже хочет, чтобы его воспитанник победил и на чемпионате Европы. Ты веришь в то, что с Европой у него все получится? Не, будем готовиться, что Европа это же еще сильнее, понятно же. Ну да, еще сильнее, да. То есть он уже как один представляет Украину и борется со спортсменами как минимум там 7-8 стран, я так понимаю, да? Да не, больше. Больше даже? Конечно. Чемпионат Европы, вся Европа будет съезжаться. Кого бы не хотел соперник? Ну, в основном лидеры считаются россияне, а там как? Там как получится? Да как получится. Ирландцы сильные, англичане тоже у них хорошая команда. Ну, все там уже от жеребьевки будет зависеть. Слаутич поддерживает эту хорошую идею и надеется на Данила Рыбченко. Играет музыка. Продолжение следует...